Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну и... По сути, что есть? Как я говорил, хороший замес, соло керри Опций несколько Не проиграть в мидгейме, дотащить до лейта В лейте развалить В лейте с Энигмой, Магнусом и Пэлом Разваливать достаточно легко У Полара пока мы видим Намечается агрессия Да, вот SF тоже, в принципе, эту агрессию Немножко подчеркивает Бесмастер, Винга Да, много аур уже Да, Визидж со своими птицами В общем, штука Очень неприятная Вместе Вот мы видим, забанили, да, Дороурейнджер и Найтсталкера После того, как увидели Визиджа Сейчас в бан отправляется Морфлинг Которого как раз Как считают, Клоуд Найна не хватает Полар Там все-таки Иллидан есть Иллидан, я думаю, сейчас заберет себе какого-то Какого-то интересного героя Возможно, даже, кстати, Войда какого-то Потому что в хроносферу есть чем заливать Есть SF Ринжова Есть Визидж с Визажатами И, в принципе, Войд Очень хорошо воюет против комбин Он их просто крушит Ломает Ставит одну хроносферу и убивает всех Войда нет в бане Нет в бане Поэтому я бы действительно склонялся к Войду Например, от Иллидана Ну и Что тут у нас? Клоуд Найн Клоуд Найн, Клоуд Найн, Клоуд Найн У них, я так понимаю, Фата на Магнусе Отправляется в мид Феникс в оффлейн То есть, да, второго спорта не хватает Полар также считают И это может быть кто? Может быть Еще один какой-то заливатор Вот, кстати, кстати Обратите внимание на связку СФ Винга Войд 80% Что-то да я знаю Вот на уровне Предчувствия Появляется у нас Эрс Шейкер В пике у Ц9 Возможно, кстати, предвкушая Войда Появляется Шейкер Потому что это один из тех героев Который, несмотря на свой запак Может просто закидывать фиссуру В хроносферу И немного останавливать его Да, кстати Вот Коллективный Винрейт У этих трех героев Достаточно высокий Реально очень хорош Потому что, с одной стороны Есть и подсейф В лице Винги То есть, СФ можно давать Не так часто И Нет, нет Я нифига не угадал Это будет Керри Сайленсер У меня только один вопрос Чем убивать Пээлла Пээлла, как по мне Убивать будет тяжеловато Самую малость Ладно Ладно, друзья Вот, кстати, коэффициенты 2.215 на Асус Полар И 1.568 на Клоуд Найн В принципе, да Клоуд Най является фаворитами В этой встрече Это ни для кого не секрет Но Полары могут выиграть Без какого-либо преувеличения Они действительно могут Поглядим Получится ли у них Получится ли С вновь вернувшимся Блудным сыном Декафобосом Затащить эту каточку Пока что Тайна Покрытая мраком Ну вот мы видим Что вообще получается Судя по тем героям Которых разобрали Ну ладно Вот вам еще составы Раз напоминают Декафобос ФНГ Лил Гот И Иллидан И Ноутейл Энви Фатта Мизери И Боны 7 Команды Естественно Подошли к этому матчу Максимально ответственно Полными составами Бестмастера В сложной Возможно это и будет Бестмастер в сложной Хотя нет Он с вардами Закупленными Честно купленными Насколько я понимаю Да Нет Один вард Он все таки Отжал У Лила Да Ну и вот Увидели сейчас Энви Заставляют его Потратить Дуппельгангер Ну Невелика потеря В принципе Понятно Что Ребята Сейчас Ой Как же Удачно Только что Был поставлен Центрик Во-первых Разбивают вард В нижней части Карты Это значит Что Вся Вся Вот эта Вот часть Она будет Будет Окупирована Поларами Вероятно Ой Я себя лучше Слышать стал Воу 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 Да Ну и заблочен Как видите Один спаун Заблочен Халявно Еще спаун Этот И этот Дополнительно Видимо Ребята решили Что если вдруг От этого центряка Избавятся Что бы тут еще Вот Опс Остался Ну ладно Бонус 7 На фениксе Уходит Пока что В легкую Стоять ему Придется Против Винги Бестмастера Ему будет Стояться Нормально Как ребятам Будет стояться Поглядим В миде Сф Против Магнуса Тоже Достаточно Бывал Ну как Тоже Просто Достаточно Бывал Дабла Героев И Иллидан В оффлейне Энвиковском Оффлейне Вот так Вот То есть Иллидан Сейчас на легенькой Будет Разминать Фантом Лансера Причем Разминать У него Действительно Получится Потому что Там Доппельгангер Вкачен На первом уровне Маной Он вроде бы Не слишком Много Кушает Но Все равно Кулдаун 25 секундный Не будешь Им спамить Постоянно И Два Ранжевичка Должны В теории Этого Лансера Убивать Хотя Убивать Я возможно Слишком рано Сказал Тут у нас Идет нападение Сейчас на Года Шейкер Отлично Подблочил Своей тушкой Год Пытается протиснуться У него получилось Магнус Правда Его замедляет И это Ферст Блад Несмотря на то Что Мизери Промахнулся В результате Фиссура Оказалась Ну Неплохой Потому что Все таки Заблокировать Удалось Ну и Вот он Выход Идет на Бун и 7 Его сейчас Скорее всего Будут просто Пытаться Разводить На Икарус Дайв Но Он пока Не ведется Хотя Бестмастер Имеет Чуть больше Мувспит Соответственно Феникса Он здесь Загоняет И еще Кабан Вызывается Ну да Пора Пора улетать Вот Точно так же Подумал И Бун и 7 Второй левел Он получить Здесь не успел И сейчас Ребята Я так думаю Постараются Ему не дать Этот самый Второй левел Тут пока Энигмочка Энигмочка Не разбанила Здесь Спаун Пока Пользуется Мы видим Вот этим Маленьким И вот этим Маленьким Ну и Что Выходит на линию Толк с ней Здесь на линии Шейкер Кстати Опять Выходит В мидл Но СФ В то время Отходит Как раз На нижнюю руну Валяются Иллюзии И опять же Так как Вижена В нижней части Карты нет То Клауда Не особо Понимает Где Находится Бестмастер СФ Там Чем занимается Ушел он Вниз Или все-таки Возвращается В мид Да Идет Сваплиниями Идет Сваплиниями То Что является Наверное Самым рациональным Решением Принятым от команды Клоуднайн Потому что Энви Здесь будет стояться Намного Намного проще Теперь это будет Действительно Немного неприятная Линия Для Полоров Пока Правда Там Энигма Не будем Забывать Про то Что Энигма В принципе Суппорт Как вы понимаете Жадный Она должна Находиться В лесу Если хочет Нормально Подфармливать Она в принципе Может фармить То есть Все упирается Не в то Что Она там Хочет Или не хочет А в Так Бунэ 7 Кстати Умер только что На топе Видимо через Ластворд Все упирается В то Должна ли она Стоять на линии Вот так вот Сейчас Идалончиками Отспамливать Для того чтобы Энви фармил Или все таки Энви сейчас скажет Что ладно Я один там Потерплю немного Ты отправляйся Фармить леса Потому что Энигма может Этими делами заниматься Шейкер Конечно мог бы Решить парочку вопросов Ну вот Сейчас шейкера спалили Тем не менее Шейкер выходил Но Найс Ой как же Гот встреет Как же неудачно И это будет Еще один минус Потому что буквально Через секунду Появится шоквейв Третьего уровня И это будет Бз Да Да Второй фраг На шадуфинди в миде Очень хороший старт Для фаты В первую очередь Потому что У него Очень быстро Могут появиться Арканбуции Но либо же Это будет фастдаггер В зависимости от того Какое решение Примет магнус Феникс Что хотел Отвод сделать Но Не получилось Крипов здесь Не оказалось По тоже Весьма понятным причинам Хотя возможно Он просто блочил Спаун с собой Чтоб там ребята Отвод не сделали Но бон и 7 приплывает В очередной раз Вот он собственно говоря Этот ласт ворд Очень неприятный Да и феникс С кулдауном На икарус дайве Это уже Пройденная скажем Пройденный этап Не надо было ему Сюда залетать Это прекрасно Увидели на варде Ребята И все Собственно говоря Хотя он там не мог Заблочить Он скорее всего Действительно делал отвод Так Тут у нас Фобос Четвертый левел Получает кстати С вот этого спауна Еще немножко Экспы подворовал Но уруны Естественно пока нет Как вы видите Тайминги еще Не Те И чем она занимается СФ СФ 20 на 3 СФ Ушел в лес Сделал собственноручно Дабл спаун И пошел фармить Крипчиков Занятие Весьма приятное Для шадуфинда Такой лупоглазый Окулопус Реально окулопус Феникса опять убивают Но в этот раз Он просто делает Тепаут Понимает что Не уйти Оттуда пешком Фата Осознавая то что СФ скорее всего ушел Фармить спауны Забегает Никого не находит Кстати Таймингово возвращается Тролль В результате Он останется в живых Возможно Или все таки Мизери его заберет Не знаю Тут у голема Какая то истерика Возможно он домогается Кентавра Но Для нас это Останется загадкой Да ну и очередное Нападение на СФ Правда сейчас Фата не оказался Достаточно близко Для того чтобы Засосать в РП А вот сейчас Там ведь может И я бы на месте ФНГ особо не бычил Можно просто Периодически комменить Все что угодно И иногда Включаться На этого голема Например О мой бог Два кабана Они просто уничтожают Фату Что же он будет делать СФ Не вздумайте на этот Спаун Просто не вздумай Фата Напал С иллюзиями Глобал Сразу же Ну и У Фаты тут проблемки Как по мне Причем весьма серьезные Уходить ему Отсюда Не не Сейчас будет Сейчас будет телепорт Скорее всего Он его даже И сделает Бесмастер Тут рядышком Бегает Хотя Ну видите Магнус даже Без ТП Обошелся Так Сайленсер В то время С счетом 2-0 И уже Шестым уровнем Как мы видели Имеет наибольший Крипстат Собственно Иллидан Не изменяет традициям Держит марку И продолжает Набивать топовый КС У Инвид Ворс Вы видите В принципе Какие Видите То что Иллидан идет На первом месте Дальше идет Фата У которого Также 2 фрага Собственно Фрагеры И лидируют Что не мудрено У Инвидилай Тут немного похуже Но оно и понятно Там с лейнинга Вначале Немного не задалось Сейчас пытается Он наверстать Упущенное У него это выходит Хорошо Получше чем угодно Потому что Ой он разлучил Эту пару Замечательную пару Кентавра и Голема Причем Просто Ладно Плохой СФ Везде кстати Эти Големы Они просто Скоро заполонят Карту Вы посмотрите Тут спаун Големов Надо чтобы еще Дабл спаун Тут трипл спаун Големов Как у нас когда-то было И тут трипл спаун Големов И СФ И СФ Иди Мы тебя Настакали И даггер у Магнуса Очень ранний даггер Восьмая минута Причем пока он к нему Сейчас долетит Если бы руну Например еще Магнусевик сейчас Законтролил Было бы супер Замечательно Но Как мы понимаем Руну сейчас забирает До феникс Получает пятый уровень И Магнус имеет Только вот ту ману Которую ему сейчас Боттл нарегенит А ему там шейкер Кажется боттл Только что наполнил Что это кстати За два ворда Здесь стоят Очень миленькие Классненькие Такие два ворда Мне очень нравится Ну один видимо Ставили на руну А второй Просто В миде Чтобы что Видеть Подходы шейкера Возможно Да выход на топ Идут убивать Мягенького Но Хорошо Подфармливающего Сайленсера И сейчас на него Будет врыв Причем Врыв Этот сайленсер Остановить наверное Не сможет Нет смотрите Изменили свое решение Уходят в другую сторону Под вортом Тут просто побегали Ребятки Из команды Асус Полар Спалился шейкер Хочет наказать кабана Фата Влетает И глобал Очень тайминговый глобал Мизери Погибает Нападают на фату Фата уезжает На скьювере Пытается сделать Тепаут с хайграунда Ну да Так как тут ни у кого Шестых лвлов нет Ни у Бистмастера Ни у Венжфул Спирит Соответственно Ни свапов Ни станов нет И Курьера потеряли Курьера потеряли В этом игровом эпизоде Ребята Из Команды Клоуд Найн Мелочь Но приятно Забег Забег на Очень классный эпизод Получился Хотя смерти не Удалось Организовать Ой вот он Ни у Минус Энигма Мальца Загуляли здесь Ребята Минус Феникс Кстати На топе Внизу Забирают Энигму Вышку Спушить Не удалось И такой себе Небольшой Камбэчик От Полар Счет Опять Переходит В их пользу Ну и видите По Нетворцу Пока что Все совсем ровно Меньше 250 голды Разница По опыту Так же Менее Тысячи Что Тоже Достаточно Мало Что тут Шекер 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 Такой себе Сейчас пятый Получает Если еще Парочку Крипчиков Зафармить Возможно Чтобы докупить Себе Либо Аркан Буцина Учитывая то Что у него есть Солринг Скорее всего Это будет Все таки Транквилы Да Транквилы Солринг Вероятно Больше интересно Что будет дальше Фармить Лидан Учитывая то Что это Керри Сайленсер Мы Должны Понимать Что Все будет Упираться Чисто В фантазию Ильи Так как С деньгами Проблем быть Не должно Крипчиков Он бить умеет Вроде Пока ему Дают Крипчиков Бить Собственно Нетворс Об этом Говорит И Да Должен быть По идее Какой-то Аганим Рефрешер Просто Чтоб Ни Магнус Ни Энигма Совсем Ничего Сделать Не могли Они Кстати На топ Сейчас Выбегают Энигма Вместе С фениксом И Шейкером Так Ну и Что тут У нас У Фаты Фаты У нас На Даггер ПТ Между прочим Да Сейчас Буквально Секундочку Друзья Уно Момента О Вот так Вот Замечательно Замечательно Мы продолжаем Смотреть А я сидел Релаксировал Что за Что за дела Режиссер Зачем ты Лишаешь Меня Этой радости Да Фантом Лансер А там уже Травелочки есть Пэл уже Начинает Подфармливать Правда Пока немного Отстает Но мы Знаем Что Лейтет Это Товарищ Будет Творить Жуткие Вещи Хотя У нас Недавно Был Фантом Лансер Который Просто Немного Неправильно Собирался И Был Мясным С другой С другой стороны У него был Висп Висп Тоже Не до конца Выполнял Свою функцию Короче Там было Много Аспектов Каждый Из которых Был Не в пользу Пэлла Да Вот она Пошла Мека На Энигме Окей Энигма Будет ли Лететь Низ Пока Боны 7 Стоит В лесу Его увидели Ставится яйцо Еще По тычке Буквально И Минус Феникс Очень хорошо Очень уверенно Действовали Полары Понимали Что Тут ребята Сейчас Вышечку Паковали Да В принципе Телепорты Были у всех Могли Попробовать Под шумок Влететь На Ну Под феникса С Энигмой С Магнусом ТТРП Блэкхолы Все дела Феникс горит Опускается Яйцо И Шуварк Все застанены ГГББ ВП Но есть Замечательная Штука Глобал Которая Может Все это Дело Обломить Да Ну и появляется Став Физердрай У Сайленсера Правда Пока непонятно Что это Аганим Или же Не знаю Какой-нибудь Форстаф Чтоб Типа Уворачиваться Напали Опять На года Ну Год опять Приплыл Правда У него есть Аэгис И вот На глобал Развели Сайленсера А кулдаун Там не маленький Кулдаун Там Две Минутки Десять секунд Так что Это уже неплохо Уже можно провести Какой-нибудь замес Если конечно Есть желание Хотя с другой стороны У Клоуд Найн Желания этого Может и не быть Потому что Они верят в Энви Если они верят в Энви Так погодите У нас тут внизу Напали Ой как же Ему больно Как же Ему Больно А что там Мой Лидана Уже по Интеллекту Уже десяточку Он успел Украсть Не дурно Ну и да Глайвы четвертого Левела Девяносто процентов Интеллекта Уходит в урон В чистый урон То есть Из его вот этой Из его вот этих Сто двух Дэмэджа Реально еще Девяносто Блин да это же Действительно много Он две сотки Сейчас срезает Фата РПшечка По двоим Норм Мизерис Хаслемом С татемчиком Минус два Очень просто Правда подходит СФ СФ по прежнему Сайгисом Не забываем Не должны забывать Это так же И Клауд Найн Сейчас они немного Как по мне Подставляются Ласт Ворда У Саленсера Нет Начинает он разворачиваться Убивают Яйцо Минус Бон и семь Правда Заврал он перед этим Визиджем Но по деньгам Вы видите Все ровно Вопрос только в том Кто зарабатывает Эти деньги Здесь заработал деньги Шекер Шекеру В принципе Бабулесы нужны Потому что у него Вот прямо сейчас Появится даггер Еще буквально Пару соточек И Шекер будет в шоколаде Так что эта драка Действительно Очень серьезный плюс Пошла для С9 Тут же деньжата Зарабатывает СФ И Сайленсер Вроде бы Это тоже классно Вот сейчас кстати Сайленсер Находит ЕСа И не будет У Шекера Никакого даггера Ах Мека Вот так вот Вот так вот Хотели Что Просто взять И убить ЕСа Не получится 14 интеллекта Возможно Илья решил Пойти по формуле Что герой Который бустится От фрагов Рано или поздно Станет совсем Неубиваемым Или Умерщвляющим Всех Возможно Именно от этого Он отталкивался Допустим Допустим Будет игра Эти 200 минут Будет 100 фрагов Или Или данный Украдет 200 интеллекта И победит всех Это будет норм Да Вот он Вот он Даггер ЕСа Восьмой уровень Типа немного Но второй Афтершок Уже секундочка Ну 0,9 Хорошо Говорили И Это Это нормально Секундочку Афтершок Это уже хорошо Вылазка на ПЛ Нашли ПЛ Пошел Глобал Не на того Накричали Доппельгангер Подняли Правда сейчас Фантом лансера Птицы будут ли Садиться Да Птица села ПЛ попробовал Сам напасть Хоть какой-то ДПС выдать Но Не получилось И Энигма не стала Дальше идти ПЛ в теории Мог бы сделать Байбэк? Нет Не мог бы У него его просто нет Только недавно Диффуза себе собрал Не видно что-то Винги Совсем не видно Винги Вот Нетворс у нее есть А Артефактов нет Это вообще как? Возможно что-то в куре летит В куре летит Рецепт на Некрачи Но это для ФНГ Это Бестмастер Это немного не то Ну рецепт в смысле готовый Уже Некрачи Ой Магнус Магнус Такие обнимашки топовые устроил Эхо Слэм Тотемы Это минус Два Причем Сайленсер Уходит на соплях На развороте Нападает на Фату Но Что тут Произошло Как они Втроем Встряли Да Начало момента Я упустил Но вы видели Вы видели Эту Кавабангу Причем Без Блэк Холла Даже на Энигме Без Миднайт Пульсов Без Энигмы в принципе Без Фантом Лансера Развалили Трех Кор Героев Осталось живых Только два Суппорта И Две с половиной тысячи Голды Тысяча для Магнуса Ну Магнус В Шадоу Блэйде Вероятно Именно поэтому Удалось ему Подкрасться Незаметно Не ожидали Этого Магнуса Полары И у него уже Тринадцатый уровень Ну хорошо Хорошо себя Магнус Здесь чувствует Реально очень Вообще комбина Если речь идет Конкретно о Пяти героях И Прокасте Например Ну вот В какую-то Вот такую вот Область Да То у Клауд Найн Потенциал очень хорош Яйцо бьет Считай на все Е там Блэк Холл Половинку где-то покрывает Шейкер со своим Эхо слэмом Плюс-минус Так же И Магнус с РП Но Фантом Лайзер Просто бегает И всех добивает Либо убивает На нем все-таки Может еще висеть И Эмпауэр От Магнус Например То есть можно просто В этих всех Застаненных Затянутых Засосанных В Блэк Холл Героев-то и Поразваливать Не Можно-можно В 250 урона У Иллидана С руки Вот 99 Прямо как В Эльдорадо Ну я имею ввиду Бонусного чистого урона Залетает Вы-то понимаете Что кроме этого Всего еще имеется Винга Вот 200 А так 300 300 демеджа Да друзья Вам не послышалось Я назвал Это число Вслух Я не боюсь Мне Некому Подколоть Здесь SF пока Яша Миканзм То есть Ребята из Полар Зная их В принципе Их Стиль игры Я думаю Ни для кого Не будет Секретом Что ребята Могут играть До бесконечности То что Затянутая Вейт игра Она им вроде бы Как идет Они умеют Лейте играть В принципе Очень многое будет Зависит от того Кто на кого Нападает Если Лидан Будет успевать Реагировать С глобалом То Шансов У С9 Будет очень мало Вот мы видим Что он собирает Это рефрешер Или же Орхид Например Сайленсер С орхидом Как вам такое Прям Совсем Замолкаешь Просто вешаешь Орхид Ластворд И разваливаешь Легкие Вообще Бабки Так Феникс там почти С Юлом Магнус С Персеверансом Я уже хотел Патролить на тему Баттлфьюри Немного Магнуса Но Я так понимаю Это тоже будет Рефрешер Причем Фат и фарм Идет просто шикарно Вы посмотрите Он по Нейтворцу Не отстает от Шадоу Финда Хотя вроде как Должны не так Вещи развиваться Вот смотрите Обвел сейчас Шейкер Он же Мизери Место где потенциально Может находиться враг А враг там и есть Враг стоит Коллективно фармит Вот эти вот Многоспауны Крипчиков Радиент Радиент Миддл Тауэр Он под атаком Уху Уху У Магнуса уже там 1800 Он пока не подходит Вижена нет В Шадоу Блэйде Пошел А тут гем Тут гем Магнуса видели И да Это минус фата Немного наивно Выглядела его Попытка сделать Тепаут отсюда Но Он бы там В любом случае умер Делал бы он его Или не делал Ничего бы не поменялось ФНГ Вышел Его хорошо подняли на ЮУ В результате бона Законтролить не получилось Но тут пришла Винга Со свапом И Птица Феникс Сгорела Ну и вылазка на мид Да, кстати По товарам Ситуация у нас Такая Что только Один Тир 2 Тауэр Остался у Поларов При этом Сами они забрали Только одну вышку Что весьма грустно Ну вот Есть конец Первого этого рулька Немножко денег Для них Несмотря на это Что там по деньгам С разницей Ну 5000 5000 разница В принципе Это как раз Разница по товарам Да, Эггис Достается СФ В это время Бестмастеру Залетают Некрачи Вторые уже Фантом Лансер По прежнему Пытается выйти На свою Крейсерскую скорость Фарма И у него У него уже Кстати получается Буквально минуту назад Мы говорили Что у Магнуса Такой же Нетворц Как и у СФ Если у Магнуса Он не изменился То ПЛ Начинает наверстывать Просто Семимильными шагами Ну и теперь у Магнуса Потому что Магнус Очень наверное Даже по опыту У ПЛ Появляется Манта Стайл Уже Начинают Высокого тира Хотя Как высокого тира Артефакты появляться У него В принципе Все артефакты По делу Травела Останутся до конца Игры Манта Стайл Возможно Диффуза Штука Очень полезная На ПЛ Так что Скорее всего Так же Диффузам Претензий Не возникнет О И тут продолжается Коллективный фарм Винга почти С Блэкинг Баром Не знаю правда С какой целью Винге нужен Этот Блэкинг Бар Потому что Магнус БКБ пробивает Энигма БКБ пробивает В общем Приятного мало Хорошо Еще один Юл Ласт Ворд Но Феникс Улететь то улетел Но возвращается На то же место Соответственно Сайленсер Вот В легкой линии Против Феникса В Офлэйне Это реально Самое что не есть Прямая контра Вы ходите просто Ганга чувака Ласт Ворд И все И Феникс Возвращается Туда же Откуда улетел Это Страшно Для героя В Офлэйне Когда ты знаешь Что тебя могут прийти И убить в любой момент Абсолютно На Офлэйне Тоже уже Почти 300 атаки Это конечно же Под бафом Магнуса Но вот Прикол Фантом Ластера Как раз Именно в том Что у него Большинство урона Как раз Белого идет Большая часть Подсветочка Какая-нибудь будет Нет Нет Никакой подсветочки Винги рядом Не оказалось Винга пошла Дальше Крипчиков Фармить Ну то есть Винга Я действительно Пока не особо Понимаю Зачем Я здесь Блэкингбар Типа Не умирать Ну ок Возможно Попытка Вывести Вингу В какой-нибудь Лейт Когда-то Друзья Это было Нормой Когда-то Винджфул Спирит Действительно Была Весьма Лейтовым Персонажем Просто Кристалис Масочку На Джор И пошел Напиливать Дезолятор Какой-то Изи Вообще Шейкера Кстати Увидели На топе И шейкер Из блинка Хочет отсюда Свалить поскорее Да За ним Уже Не угнаться У визаджа Только Юл На подходе Окей Да Игра Действительно Достаточно Размеренная Вот он Пошел Рефрешер Наконец У Сайленсера Готов Целиком И полностью Да С рефрешером Конечно Будет Нереально Тяжело Драться Энигме Магнусу Если драку Будут начинать Сами Полар Вот Тут Мне кажется Именно В это Упирается По большей части Затея Поларов Именно Победная Затея В том Что Они Первыми Начинали Чтобы Влетал Бестмастер Какой-то С дайгером Я не знаю И За ним Уже СФ Сайленсер Дает Просто Глобал И все Начинают Наваливать Увезли Лила Лил Поймал Диффуза Садит Птиц Пытается Выживать Тяжеловато Выживать Когда тебе Месят Мейнкерри Вражеской Команды Который Уже Кстати На топ-1 Нетворс Вырвался ФНГ Напал Мизери Но Сразу Пошел Глобал В результате Мизери Погибает Возможно Сейчас Феникс Понимает Что он Тоже Был Совсем Неправ А Фата Пытается Уйти С Шадоублейда Но Прикол В том Что У Товарища Сайленсера Есть гема Это раз А во вторых За ним Бежит Некор Покемон Красный И Да Магнус Отсюда Все таки Уходит Вот Два Фрага Опять же Немного Денег Для Сайленсера И Немного Интеллекта Вот Шутки Шутками Я в начале Игры Там Что-то Стебался Типа Блин Будет Играть 200 Минут Сделает Он 100 500 Фрагов И Будет Очень Дофига Интеллекта Он всех Поубивает Но Сейчас Уже 26 Бонусного Это Приятненько Безусловно Хотя Монопул Саунсеру Вроде Не особо Сильно И горит Так как По факту Ну Ластворд Глобал Это вот 600 маны Все остальное 1100 куда ему В углы выливать Разве что Но С регеном В 24 единицы Маны Ты даже Тратить все Не успеваешь Как по мне Сколько у него Атак в секунду Вот 081 Атак спит Какой-нибудь Мом сейчас Сайленсеру Собрать И просто Магнус увидел Идалонами Сейчас Вингу Опа Опа Увидел Илья Магнус Уходит Окольными Путями И Делает Тепаут Да Так С Энигма 2600 Даггер бы Но у Тейла Наверное Было бы Очень круто БКБ Вроде бы И надо Но С рефрешером У Сайленсера Это Артефакт Который все равно Не гарантирует Того Что ты сможешь Вкастовать Блэкхолл С другой стороны Если вкастовать Блэкхолл На Сайленсера То все может быть Супер Замечательно Правда Туда бы еще Вингу Засунуть К этому Сайленсеру Чтобы Сквозь БКБ Нельзя было Ничем пробить И было Просто Супер Шикардос Смоук От Поларов И Они Кстати Кажется Правильно Бегут Скорее Сего Они Видели Пару Пацанов На Вот Этом Варде И Собираются Идти Убивать Сейчас Людей Да Посмотрите Перед Замесом Разница По Галде Составляет Фактически 200 Единиц И По Опыту Уже Полар Выходит Потихонечку Вперед Ну и Начинается Кажется Нападение Разбегаются Клоуд Найн Они Просто Разлетаются Кто-то Успеет Кто-то Возможно Нет Шейкер Прячется Прячься Шейкер Шейкер Ушел И Уходит Да Уходит Уходит ЕС Феникс Подпушил До последнего Но Тоже Прочитал Телепорт И Улетел Неудачный Выход От Поларов Что там По Рошану Рошан Появится Уже Совсем Совсем Скоро Две Минутки Не хватает До появления Камнеголового И Наверное На Рошане Будет решаться Почти все К этому моменту Задача Клоуд Найн Максимально Отпушить Стороны Постараться Максимально Их Протолкнуть К базе Соперника Для того Чтоб У Полар Просто не было Пространства Для маневров Либо же На Рошана Пошли И быстро Его убили Либо Пошли Дефать А то Сторону Потеряют Там Я думаю Вы поняли О чем я Так вот Фобос Подсветил Немножко Ну и вылазка Поймали Иллидана То о чем И говорилось Если поймать Сайленсера Все может быть Намного проще И его ловят И его возможно Даже заставят Сделать Байбэк Если Будет Начинаться Замес Потрачено было Только РП Все остальное Еще На месте Соответственно Сайленсер Пригодится Ну в любом случае Пригодится Это же керри Сайленсер Извините меня Там Четыре сотки С руки Наваливает Винкус Энви Сбили Да у него там Скадин На ПЛ Нормально На Энви Набрасывается Пошел Байбэк От Сайленсера Есть Первый Глобал Винга Хороший Свап Нападение На Энви Еще один Глобал Просто Нельзя Пойти Подраться Абсолютно Не получается Сделать Ничегошеньки Энигма Так со своим Блэкхоллом И осталась Шейкер Со своим Реверс Полярити Хотел сказать Со своим Эхаслэмом Также остается И они Просто разбегаются Кто куда Очень Очень Мощная Общая задумка У Полоров Причем Вот Появляются Элементы нападения Появляется Даггер У ФНГ То есть Ребята Реально понимают Если нападают Они Они контролируют Момент Когда нажимать Глобал Соответственно Они С меньшей долей Вероятности Нафейлят Вы знаете Вы набросились Вы нажали Глобал И вы деретесь Под этим самым Глобалом Все Они на вас Напали Вы думаете Нажимать Не нажимать А вот Они там Что-то не вкастовали Я что-то не собью Кто его знает Надо оно вообще Или не надо Тут кстати Рошан Вот появился Но Из-за огромного количества Минсармора Его стирают Очень быстро Вот он Сайленсер Бегает 250 Плюс Ну Соточка С копейками Да Почти 400 Атаки В общем У Иллидана Сейчас Да Фата пока там В инвизике Бегает На нижней линии Крипчиков Отпушивает Что еще один Гем появляется А там же Сайленсера убивали Точно Точно Они уже Отжали Гем Поэтому появляется Еще один Сейчас У Бист Мастера Да Ну и Клоуд Найн Продолжает Тоже Безудержно Готовится К решающему Замесу Скорее всего В одной Большой драке Решится Практически Исход Всего матча Немножко Тут подвис Перерассмысливал Все произошедшее За эти 35 минут Понял что произошло Тут Не так уж и много По большей части Ребята просто Старались Вынести Хорошие артефакты Была Пара Хороших реализаций Этих самых артефактов Но Как видите Все линии целы Более того Тир 2 линия Целиком и полностью Стоит У Клоуд Найн Что говорит о том Что Полар Достаточно пассивно Действовали Не выходили Пока За Ой Куда ж ты Куда ж ты набросился Хотя Под глобал Ну вот Вот Просто пришел И отжал гем Все потому что И рядом Был Магнус Рядом был Феникс Они ничего не смогли сделать Это глобал Детка Да Немного Деньжат Для ФНГ Лишними Точно Не будут Все таки Можно еще И аганим Попробовать Собрать Увеличить Рейндж Крика На 10 Сантиметров Да И безусловно СФ еще есть Куда фармить СФ Есть куда фармить У СФ Еще может Появиться Какой нибудь Манки Кинг Бар Какой нибудь Сатаник Например И тогда он будет Полностью Укомплектован Точно так же Можно сказать И про Фантом Лансера То что у него Еще вместо Аквилы И щитка Может появиться Какой нибудь Тараско Абисал Например Или Что-то с Аджором Кстати Есть вообще Аджор у этих пацанов Не Нет Нет Аджора Они-то в принципе И не дерутся толком Зачем у Аджора Действительно Так Ну и что В Смаке будут выходить Или просто пойдут Попробуют Поразведывать Просто сейчас-то Можно и доразведываться Тем более что Фата Блинк уже потратил Тут висит птица Птица Все видит Птица Видит Птица видит Боны 7 Которого подвинули Немного И он все равно умрет Магнуса тоже видит Пошел Глоба Глобал Боны 7 Погибает За ФНГ там гоняется Иллюзия Но основная проблема Это вот этот Фата Въезжающий Разъезжающий ФНГ Он тут даже убьет Но пофиг На самом деле пофиг На то что там ФНГ Будет умирать Фессура Очень классная фессура От ЕСа Но пошла Мекка И фуловая Команда Палар Ну Кроме ФНГ Естественно Да уж Неприятненько Но Энви уже На нижней линии И он уже Начинает Заставлять нервничать Того же Сайленсера Вот мы видим Тут 123 Дамаги Уже 30 интеллекта Так реально Того и гляди Если Каточка продлится Минут 200 Вот кстати Мы недавно Вроде бы троллили На саммите Эти команды встречались И тогда Клоуд Наверное держали победу О том что Ха-ха-ха Каточки Клоуднайн Полар 200 минут Это для них Вообще Не рекорд Это такой Плотненький Мидгейм Но Не знаю Возможно сегодня Мы увидим Именно такую доту Потому что Выглядит именно так Полар Не хотят проигрывать Они Хотят заработать Хоть немного очков Ну вот А ребятам Из Клоуднайн Естественно Хочется Победить Соперника Хотя С другой стороны У Клоудов Ведь от этой игры Почти ничего не зависит Насколько я знаю Человеки Подскажите Да Клоуда То есть играют Чисто в свое удовольствие Если можно это так назвать Ну да Да Типа того А Полары По факту Играют за выход Да Если они выигрывают То у них все хорошо У них 2-1 получается А у остальных Команд 1-2 Но если Полар Проигрывают То У трех команд 1-2 И До свидос Нападение на Феникса Некрачей Немного не подконтролил ФНГ Я бы сказал Совсем не подконтролил Немножко ошибся Здесь Артем Ну может Хоть Кейт Что-то где-то Подлагнули Короче Ошибочка Артем Винги в этой игре Нет совсем Вот я смотрю Она как бы И есть Но ее как бы И нет Она что-то фармит 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 Всю игру Есть БКБ И ул Где эта Винга Все свое время провела Да У нее есть 21 фрага 2 килла 6 асистов То есть 8 Это треть Процент присутствия Да там Процент 28 Наверное Ну плюс-минус О Тут на ФНГ еще набросились Ну наказали Феникс ему просто отомстил За то что ФНГ ошибся Действительно Не простил Не простил ошибочку Ну и полары Уходят дефать Я Видел такую катку Однажды Я думаю что У нас еще есть время Насладиться дотой Определенно У нас есть время Для того чтобы Насладиться дотой Я даже пойду Почитаю уже твиттер Который я уверен Сейчас бурлит Надеюсь Что-то приятного Он бурлит Так Сайленсер Нашел Феникса Феникс нашел Сайленсера И все поразбегались Ну да Никто не хочет драться Никто не хочет рисковать Все понимают Цену ошибки Клауднайн понимает Что это им не будет стоить Ничего Полары Воюют за выход Еще раз да Напоминаем Так Что тут у нас У Магнусевича Да Магнусевич кстати Вот мы говорили тогда Про рефрешер Но это Был не рефрешер Это литин сфера Я что-то Заметил тогда Этот момент Но не отметил Для вас Конкретно Мизери На что что Себе так активно Фармишь то Шокерочек Возможно на 16 уровень Еще говорят Название стрима Надо поменять Но я не могу К сожалению пока Менять Тут спрашивают Как собираются Полары Заходить на хайграунд Как они собираются Там что-то драться Друзья На самом деле Все очень просто Потому что Ребята Нажмут по кнопке И нападут Вернее Они нападут И нажмут по кнопке Ой Вот это был Свапчик Неожиданный Сколько там Рейнджита 1200 Ну да Это много Это реально много Видим Птицу сбили Так вот Они Просто продавят То есть Клаудам Придется Разбегаться Однозначно Если Клауда Будут Все Делать Правильно И не Будут Умирать В больших Количествах Во время Нападения Поларов То У них Будет шанс Задефаться Потому что Будут все-таки Какие-то Интервалы Между Глобалами Можно будет Там делать Байбэки Идти Врываться Воевать Все дела Но Если Либо будут Умирать В количестве Чуть Превышающем Норму Либо же Если не будет Байбэков То Ситуация Будет Для Ц9 Очень прискорбная Вы посмотрите Что они делают Они в самоке Заходят на нижнюю линию Они сейчас Будут убивать Дефящую Дефящую Эту линию СФ На Вот он подошел Вроде бы Все норм Но его Утаскивают Нажимает он БКБ Глобал пошел Есть также РП Начинают убивать Здесь года Год Все равно умирает И все Нет двух глобалов Надо идти драться СФа нет Глобалов нет Все Это же изи катка Нет Нет Ладно А тут же Рошан Точняк Можно пойти на Рошана Р Рошан Да С Рошан Направление Естественно Никаких нет Появляется Наконец-то Бутерфляй У Фантом Лансера Теперь по нему Еще нужно чем-то Попадать А попадать Кстати нечем Вроде бы У Сайленсера Хорошая Весистая Плюха Но Атак спид У него Пока не совсем Ну не самый большой Который мог бы быть Теоретически Кстати Аганима Еще пока нету Или Дана Аганима Рефреш Раносально Это реально страшно А тут ребята Уже подходят А еще минута Кулдаун Еще реально Минута Энви нажал Бабочку Войдя в драку Норм Это минус Айгис Заходит Энегма Будет ли Блэк Холл Пока просто ставится яйцо Хорошо Прогнали Прогнали всех Поллеров Подходит ФНГ Прямо под яйцо Прямо под яйцо Но его простили Его простили Пытаются тут еще Вышку немного Подбить И решаться ли на заход В С9 Решаться Магнус прыгает Не попадает Фобос Линку Вернее Свап Ушел Фобоса в линку Хорошая фиссурка Но нужен дополнительный врыв Определенно нужен врыв Есть Малифайс Энви Начинает набрасываться на бараки Бараки Минус И Это будет просто походу минус Сторона Клауд 9 могут отсюда Банально попытаться уйти Заходит Биг Дэдди И вот он Блэк Холл Наконец-то пошел Входа засосала И Лидана Также зажевывает Только в РП И это минус Год Кажется Шекер Сэха Слэмом Минус 2 Уже у Паларных Асусов Когда-то они были мишками Пошел еще один Глобал Но я смотрю Что-то Энви Глобал не мешает Своим веслом Размахивать И он тут одного Веслом заметелил На второго Набрасывается Неужели это ГГ? Неужели Вот так вот Четко Получится Выиграть у Клоудов Да Кажется Это действительно Гуд гейм Но знаете Мне Реально Очень понравилось Почему? Потому что Они не стали Играть Как делает Типичная команда Вот эти Знаете Фэйрплейные Мувы Когда у всех Все пройдет Кулдаун Они реально Вошли В этот промежуток С кулдаунами На Глобале И уничтожили Противника За что им Огромный Преогромный Респект И уважуха С9 1 0 В этой серии Уже Неплохой Прогресс Действительно Неплохой Там Шейкер Гладит По носу Свой костяной Тотем Свой костяной